В доме номер 14 по улице Кранита участковый Олег Янис бывает едва ли не каждый день. Жильцы неблагополучной квартиры под номером 12, а это 6 человек, не платят за неё уже больше года. Долги перевалили за 50 тысяч и управляющая компания отключила жилище от электричества, перекрыла воду и газ. Но несмотря на это, люди продолжают здесь жить. Мы ходим на колонку, на ключ. Водр ходим и выливаем дальше, далеко, подальше. Всё равно налаживается потихоньку. В обещания семьи Казаковых исправиться давно никто не верит. По словам соседей, в антисанитарных условиях вынужден жить весь подъезд. Ведь помои, которые регулярно выносят Казакова, из ведер выплёскиваются на лестницу. Есть и другие моменты. А клопы, тараканы – это вообще невыносимо. Невозможно с ними бороться. Чем только уже это, прямо вот по стенке. Утро в полседьмом выйду на работу, всё время давлю. Соседи, они периодически топят, периодически появляются какие-то насекомые. То есть, да, мы тоже стараемся, как бы свои мероприятия проводим какие-то, то есть по дезинфекции. Но пока люди эти здесь будут жить, то бесполезно это всё просто. Кроме того, Казаковы самовольно подключаются к электросети. Коммунальщики это пресекают, но ситуация периодически повторяется. За неуплату по счетам суд вынес приговор на арест имущества Казаковых. Но арестовывать оказалось нечего. В квартире нет даже элементарной мебели. По словам участкового, жильё не приватизировано. И злостным должникам грозит выселение. В настоящее время Казаковой рекомендовано в течение двух недель устранить недостатки. В дальнейшем будут приниматься меры направления представления на имя главы города о выселении заново жилого помещения. Подобных асоциальных квартир только в этом микрорайоне десятки. И далеко не всегда удается довести процесс выселения до конца. Сетует участковый. Но в этом случае шансы решить проблему неблагополучных соседей достаточно велики. Екатерина Леонова, Степан Пепеляев, телевизионная служба новостей.